Привет начинающим питонистам! В этом видео мы поговорим о том, что такое словари в питоне. Начнем с того, что в питоне вся программа это объекты. Мы уже говорили об этом в одном из видео. Это значит, что все данные внутри программы, они представлены в виде объектов. По аналогии, как в материальном мире есть материя и из нее состоят объекты. Можно привести связь. Данные внутри программы представляют свой мир и они тоже укомплектованы в объекты. И как законы материального мира делают преобразование данных, которые, ну точнее, материи, из которых он состоит, да, вот этих объектов. И развертываясь во времени они меняют наш мир. Так и программа, она изменяется во времени. Вот код занимается, машинный код, он преобразовывает вот эти данные, вот эти объекты, из которых состоит программа в течение времени, да. И при том, сам вот этот даже машинный код, он представляет из себя объект. Итак, вот все, что у нас есть внутри программы, это вот различные объекты. Я их обозначил здесь кружками. Ничего больше нет. Вот это вселенная объектов, из которой состоит любая питоновская программа. Также мы говорили о том, что каждый объект имеет свой тип, свое значение и свою идентичность. Ну, например, тип строки, да. Вот у нас есть три объекта вот эти, которые представляют собой тип строки. И я сюда записал номера телефонов, да. есть объект, допустим, список, да. И есть другие, да, еще объекты, тоже строки, которые представляют чьи-то имена. И значит, что, что же такое словарь, что такое дикт в питоне? А словарь это просто структура данных, которая позволяет сделать определенное отображение между вот этими объектами. То есть в программе есть только объект, и мы можем с помощью определенного нового объекта занять, задать соответствие отображения между объектами. То есть мы можем выделить, для этого мы должны выделить какую-то подгруппу объектов, которые будут называться ключи. Давайте я ее выделю вот этой областью, да. Желтый. Сделаю это. Вот это будут ключи, значит. И от каждого ключа я могу отвести одну стрелку на на другие объекты, то есть задать соответствие. То есть я могу вот этому ключу, вот этому объекту сопоставить, допустим, вот этот объект. Этому объекту сопоставить вот этот объект. Этому объекту сопоставить вот этот объект. Обратите внимание, что я могу отводить от ключа, от объекта, который принадлежит ключам, только одну стрелку. Но, но, но я могу отводить эту стрелку на один и тот же объект, к которому он относится вот эти объекты на которые в которых стрелка заканчивается вот эти объекты они называются значениями давайте их пометим зелененьким цветом эти объекты они зелененькие да это значение посмотрите что такое еще раз словарь мы из множества всех объектов питоне выделяем какое-то подмножество объектов которые будут ключами какое-то подмножество объектов которые будут значениями и от вот этих ключей проводим от каждого единственную стрелку на к объектам значения причем мы можем до сюда на каждый объект значений мы можем поставить сколько угодно стрелок от ключей но от каждого ключа Должна выходить единственная стрелка То есть я не могу сделать Я не могу от этого объекта Отвести еще одну стрелку Потому что это запрещено Запрещено Я не могу сделать вот так Такого сделать нельзя Те, кто занимается математикой Уже видят аналогию с функцией То есть это своего рода мы сдаем функцию Определили два множества Множество определений Множество значений И делаем функцию Что следует еще сказать Ну, для чего это надо, да? Очевидно, что это нужно, допустим Чтобы установить какие-то связи, да? Которые у нас есть в мире, да? Допустим, у нас может быть связь Между номерами телефонов и их владельцами То есть вот этот номер телефона Он, допустим, принадлежит Пете Вот этот номер телефона Он принадлежит Васе Вот этот номер мобильного Принадлежит тоже, допустим, в Васе, да? И вот мы это отображаем Очевидно, что номер мобильного Личный, да? Он не может принадлежать двум людям Поэтому тут не разрешается Двух связей Вывести две стрелки, да? Из одного объекта Вот И еще что следует сказать То, что вот у нас есть два множества Да? Множество ключей и множество значений И вот в этом множестве ключей Объекты должны определять Определенным Должны удовлетворять определенному свойству А именно они должны быть Хешируемыми То есть у каждого из этих объектов Должен быть определен На определен специальный метод Хеш Который возвращает хеш этого объекта Значит, когда-то давно я снимал Серию видео про то Что такое хеширование Если Вы хотите глубже в эту тему погрузиться Посмотрите этот плейлист Пока что следует Вам знать Что хеш это просто такая функция Которая на вход принимает все данные объекта И на выходе выдает Некоторый отпечаток уникальный То есть Как правило Она для каждого объекта Выдает свой уникальный отпечаток Можете думать об этом Как отпечатки пальца человека Интуитивно И за счет вот этой Внутренней реализации Питоновского словаря Каждый объект Который Вы хотите использовать В качестве ключей Должен обладать вот этой хеш-функцией В Питоне не все объекты Обладают хеш-функцией Мы знаем, что объекты Делятся на мутабельные и иммутабельные Вот мутабельные объекты Они обладают тем, что у них есть Точнее мутабельные объекты Они обладают тем, что у них как правило Есть хеш-функция Потому что они не изменяются А вот у мутабельных объектов с этим проблема У них может хеш-функции не быть Поэтому Обращайте на это внимание Ну на этом все Я думаю вам интуитивно понятно Что такое словарь Для чего он нужен А в следующем видео мы уже поговорим Конкретно как в Питоне работать С словарем На этом все Всем спасибо Подпишитесь на канал Поставьте лайк Напишите в комментариях Что вам нравится Что не нравится Поделитесь видео с друзьями Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok